В принципе, и моя позиция, и наша организация тоже была озвучена многими, большинство сегодняшними гостями. Я хочу очень коротко, а в первую очередь поблагодарить хочу депутатов парламента и правовой комитет, что вы такую встречу сделали. Считаю, что общение общественности и депутатов парламента максимально будет способствовать снижению напряженности по многим вопросам, в том числе по таким серьезным, важным и опасным, как тот, который мы сегодня обсуждаем. В первую очередь я хочу очень коротко сказать, просто сегодня никто не озвучил короткую историю запрета продажи недвижимости иностранцам. Я полностью согласен с Умаром Смыр, это один и тот же вопрос, просто в правом смысле представлен по-разному. Первый запрет у нас появился почти сразу после войны, его внес Владислав Арцинцев. Это был 1994 год, сами понимаете, большого количества желающих приехать в Абхазию купить жилье в 1994 году не было. Это была мера, рассчитанная на будущее, когда ситуация в Абхазии улучшится. То есть первым президентом были вот эти механизмы защиты абхазского населения, были внесены тогда, сразу после войны. Второй президент Абхазии Сергей Бакадж, при нем мера запрета недвижимости иностранцам была внесена в гражданский кодекс. Я год точно вам не скажу, по-моему это год шестой или седьмого, да, или седьмого года. Это позиция первых наших двух президентов, которых мы очень любим, очень уважаем и которые большой вклад внесли в развитие и в создание, восстановление абхазской государственности. Последующие президенты, ни один из последующих президентов, кроме нынешнего, ни Александра Анква, ни Рауль Хаджимба, этот вопрос не поднимают. Первая попытка поднять этот вопрос, изменить законодательство, о продаже недвижимости, да. Первая попытка была в 2006 году, тогда законопроект о разрешении продажи внес Сергей Шамба, он тогда был депутатом парламента. В 2016 году внес Сергей Шамба, тогда были волнения в обществе, я могу напомнить, и здесь, и в день голосования, здесь на площади перед парламентом собрались граждане, я в том числе тогда и один был из организаторов этого митинга, тогда мы собирались в первую очередь не против, мы против законопроекта и в поддержку депутатов, которые разделяли наше мнение по неприемлемое наше такое отношение к этому законопроекту. Тогда вопрос был остановлен, Сергей Шамба снял, мы предлагали тогда мораторий внести, Сергей Шамба разрешающий закон, парламент принял решение отказаться от этих вопросов, то есть парламент тогда не поставил точку в этом вопросе, но позиция парламента была зафиксирована тогда и было принято постановление. Я по памяти это постановление не смогу воспроизвести полностью, но посыл был такой, пока не будут проведены основные мероприятия по кадастру, по зонированию, по градостроительным планам, даже к рассмотрению этому вопросу парламент не будет приступать. Это последняя зафиксированная позиция парламента, выраженная в документе, на который вы, депутаты, тоже в том числе можете ссылаться. Это постановление имеет законную силу. Акуль Геннадьевич, да, я просто, чтобы ясно принести, оно касается жилой недвижимости. Я сейчас, да, я тогда коротко скажу свое отношение, Марс Мэра в этом сказал. Вопрос продажи недвижимости иностранцами, вопрос апартаментов, это один и тот же вопрос. Просто, если квартира, в которой может проживать собственник, в которой есть спальня и кухня, может называться нежилой недвижимостью, ну тогда мы можем, может, и в нежилых домах и живем тоже все вместе. У нас известна тоже старая в Абхазии схема, когда жилые дома переводили в нежилой. Это форма обхода законодательства. Почему я это утверждаю? Примерно то же самое происходило в самой Российской Федерации. Сама тема апартаментов во многом появилась из-за того, что на многих территориях в России, на самых таких интересных территориях, в центре города Москвы, к примеру, было запрещено строительство жилых зданий. И на этих территориях начали строить апартаменты, потому что они имеют статус жилых зданий, жилых помещений. Там строили вот эти якобы коммерческие здания, люди там покупали квартиры, там жили. Затем по суду, по суду, это жилье признавалось живым. Это в России была такая практика, российская правовая система, как известно, она медленная, бюрократизированная. И многие годы эти стройки продолжались. Сегодня уже вот и президент России Владимир Путин там свои какие-то опасения высказывал. Если коротко, появление формы, и в Сочи примерной ситуации, в Сочи тоже было очень много территорий, да, тем более прибрежная зона, она там, в России мало таких территорий, как в Сочи. Тоже было запрещено жилое строительство, и там начали строить апартаменты. Это такая форма обхода существующего законодательства в России. А сегодня то, что нам предлагается, это наша форма обхода запрета продажи недвижимости иностранцев. То есть здесь абсолютно такая зеркальная ситуация, слово апартаменты, оно вообще означает жилье, да, то есть мы как угодно можем это назвать. Вот шалашом это можно назвать. Это де-факто, это жилое, это квартира, в которой будет жить человек, будет жить собственником, да. Если ее там можно назвать нежилой, ну это уже юридические вопросы, которые суть этого законопроекта не меняют. Что касается моей позиции, мы здесь многое можно говорить об экономических аспектах, об строительных каких-то моментах, да. Да, это я считаю вопрос-то растепенный, третестепенный, да. Самый главный вопрос и самые главные риски, которые заложены в этом законопроекте, это риски демографические. Я здесь предыдущие выступающие тоже говорили, я на этом хочу сакцентировать внимание именно на демографической части, что она основная, она самая главная. Здесь я вот сделал небольшие графики, основанные на наши, это официальные данные, да, здесь никаких цифр придуманных нет. Единственное, есть одна цифра, которая может вызвать споры, но если возникнут вопросы, я ее тоже объясню. Я сделал раздаточный материал, надеюсь, всем депутатам передали. Я вот, я сделал такой большой, большой вариант, я очень прошу телевидение сделать на этом акцент, если возможно, зум, да, абхазское телевидение, мои золотые, Абаза ТВ. Если возможно, сделать крупно, да, на какое-то время, чтобы там люди могли это увидеть. В интернете можно на паузу поставить, а вот на телевидении не получится. А неабхазскому тоже можно показать? Неабхазскому телевидению, спасибо. Да, уже так быстро. Я коротко хочу пояснить цифры. Зеленое, это абхазское население, это иное население, красное меня выделил. 1897 год, это первая перепись населения, которая вообще была проведена в Абхазии за всю историю. Это имперская перепись населения. По этой переписи нас тогда, это вот последствия махаджирства, нас было 58 тысяч человек, это 55% населения. И 45% это тоже, это в основном были грузины, которые за 15-20 лет после последней волны махаджирства, 1777 года сюда были переселены. Это в основном, вот Ливан Мика об этом говорил, это в основном Самурзага, это Гальский район. Следующая перепись населения была в 26-м году, вот уже по графику можно видеть, да, какие у нас появлялись проблемы. С 55 до 28 и вплоть до 18% в 89-м году. Это вот эта отрицательная динамика, да, которая была почти 100 лет она происходила, где шаг за шагом целенаправленно внешние силы меняли демографический баланс в нашей стране. Это все факты, то есть я здесь сейчас озвучиваю просто практическую информацию. Вот самый-самый такой переход, обратите внимание, это 26-й год, 39-й год, это что за года? Это Абхаз переселен в строй и это репрессии. Репрессии, как известно, это и западные, многие подтверждают исследователи, репрессии на территории Грузинской СССР и Абхазской автономной республики происходили по этническому принципу. Это исследование есть на этот счет, то есть что имеется в виду? В основном репрессии происходили против абхазского народа. В какой ситуации мы... Все это время непрерывно происходила борьба абхазского народа со всем тем, что происходит. И многие из вас присутствующих в этой борьбе участвовали. Среди вас и ветераны, и есть и национального движения, есть и ветераны войны, потому что война это был неизбежный итог того, что происходило с нами, к сожалению. Апогей всего этого все наши национально-освободительные борьбы, которая шла больше 80 лет она шла. Это была война. И к войне привело то, что мы на своей территории, исторической территории, оказались искусственным образом, я повторяю, искусственным в меньшинстве. И многие старшие мне говорили, что когда мы, наши старшие, заявляли о своих правах 80-70-х, нам грузины говорили, вы что много умничаете, вас 18%. Это люди, это были потомки тех, кого переселили в 26-м году. И их переселяли под битом экономической помощи республике. Это не были люди, которые говорят, вот они приедут, будут здесь у вас жить и править. И многие из наших соплеменников, наших соплеменников лоббировали эти вопросы. Это вот есть и архивные данные, это все нашим историкам это известно. К сожалению, там широкая общественность, возможно, об этих фактах не знает. Но это уже другой вопрос. Эти люди под видом строительства, там, Ингургэс проезжали, люди под строительством, там, совхозов, колхозов. И это привело к тому, что эти люди в 89-м году нам сказали, что мы здесь пришли. Что мы откуда-то непонятно, мы пришли из-за гор. Вот здесь на соседней улице, вот в 89-м году были столкновения. Вот первые наши именно такие сильные физические столкновения были вот здесь на соседней улице. Мы, эти факты, это история против вот этого законопроекта. И выступает не Адгурла Гвилала, не Ливанника, не Ахрабжани. Это наша история. Мы лишь выражаем опасения нашего народа, основанные на предыдущих наших поколениях и тех проблемах, которые у нас были. Сегодня то, что мы здесь находимся в парламенте, то, что у нас есть свое государство, что мы можем принимать сами свои решения. То, что мы восстановили нашу государственность, которую мы потеряли 150 лет назад. И это не только на войне мы это приобрели. Это наши старшие, наши деды, наши прадеды, каждый на своем этапе, каждый в свое время вел борьбу, чтобы мы сегодня к этому пришли. И мы сегодня все это перечеркнуть, мы не имеем права. Я говорю мы, я сейчас не говорю депутаты парламента, они не имеют права. Это мы все, потому что если мы это сделаем через 10 лет, через 15 лет, меня не спросят там, а кто в этом виноват. Мне скажут, ты в этом виноват, потому что я не смог это остановить. И мы все здесь присутствующие. Это не вопрос оппозиции. Вот его пытаются представить, что это вопрос оппозиции. Что это вот прям, когда была прошлая власть, они тогда были за, а сейчас были против. Я вам скажу, это всего лишь политические уловки. Большинство людей, которые здесь находятся, и тогда высказывались против, да? Были люди, которые высказывались за продажу недвижимости. Этих людей здесь нет. Главная позиция в том, что мы ждем от парламента защиты нас, не только сегодня, которые здесь в Абхазии, же мы следующих поколений, и защитить тот вклад, который наши предшественники сделали, чтобы мы сегодня имели свое независимое государство. И то доверие, которое вам люди, которые вам люди дали, надеясь на то, что вы защитите их интересы, вы не можете это доверие потратить на суицидальный, как было сказано, это на самом деле суицидальный закон. Об этом говорит наша история, об этом говорят цифры. Это не мнение, это медицинский факт. Поэтому я очень надеюсь, мы в этом вопросе, мы знаем позиции, мы не все позиции, всех депутатов знаем по этому вопросу, но многих мы знаем, и знаем, что многие из вас против этого закона. Я позволю себе сказать от места всех присутствующих, что мы готовы, мы все, и общество, да, с которым мы общаемся, каждому из, и парламенту, как органу, и каждому из вас, оказать поддержку в этом вопросе, чтобы вы это не принимали. Если надо, мы встанем за вашими спинами, если надо, мы перед вами тоже встанем. Спасибо большое. Спасибо, да, в любом случае.